Ребята, всем привет! Вы на канале Страна и Гирляндия. И сегодня с нами желейный медведь Валерка. Какой же он грязный! Давайте его искупаем! Ребята, а вы слышали, что он еще и говорит? Эх, Валерка, где ты так испачкался? К тому же сидишь еще и фукаешь. Это от тебя дурно пахнет, а не от мыльных пузырей. Так что сиди и не возражай. Только, пожалуйста, не в глаз. Хорошо, я постараюсь быть поаккуратней. Ребята, какая же прикольная у Валерки мочалка. Да, в курсе, в курсе мы, Валерка, чтобы пенка тебе не попала в глазки. Кстати, ребята, а у кого из вас есть интересная мочалка? Это я про то, что у нашего Валерки вот такая вот медвемочалка. А может быть и у вас есть интересная какая-то мочалка в форме мишки или зайчика. А может быть сердечко или уточки. Ах, какой же грязный все-таки у нас Валерка. Его так долго нужно мыть. Но ничего, я уже вижу, что он становится намного чище. Ребята, а вы уже успели поиграть с желейным медведем Валеркой? Кто успел, пишите плюсик в комментариях. А также пишите, на каком уровне ваш Валерка. Ну а мой Валерка сладкоежка и любит арбузные конфетки. Какой же он обжора. Аппетит у него, как у огромного медведя. И не скажешь, что он всего лишь ура, ребята. Он достиг второго уровня. И нам дали 200 монеток за старание. Теперь мы нашему Валерке сможем что-нибудь купить. Ух ты, да в магазине есть отдел одежды и сладостей. А нас приглашают посетить группу ВКонтакте. Конечно, мы зайдем туда и посмотрим, но попозже. Ага, со временем мы можем нашему Валерке менять цвет тела, а также покупать одежду. Со временем мы ему сможем купить какие-нибудь трусы, бабочку или шляпу. Но сначала давайте купим ему сладостей. Ведь в первую очередь нам с вами нужно его накормить. Ух ты, давайте мы ему возьмем киндер. А вот шоколад будет ему доступен только с четвертого уровня. Попкорн и кокос с пятого и шестого. Поэтому поднимаемся выше и выберем что-нибудь из доступного. Давайте купим ему обычных конфет и мармеладных мишек. Ну же, Валерка, держи свой киндер сюрприз. Вот так вот, ребята, быстро съел и никаких эмоций. Хотя нет, намекает нам, чтобы мы дали ему его любимую конфету. Ну все, Валерка, ты съел все, что было, поэтому давай с тобой сейчас немножко поиграем. А что это за игра? Ха-ха, игра, похоже, интересная. Нам нужно попасть в яблочко. Только вот это сделать не совсем у меня получается. Ребята, вау, мы сбили одно яблоко. Ребята, а сколько яблок удалось сбить вам? Пишите об этом в комментариях. Ну а я решила посмотреть еще одну мини-игру с Валеркой, в которой нам нужно стукнуть Валерку по голове. Чем больше у нас получится ударов, тем больше нам удастся заработать монеток, за которые мы впоследствии сможем купить ему сладости и новые обновки. Да, кстати, ребята, кому эта игра понравилась, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а кто еще не играл и заинтересовался этой игрой, ссылку на игру я оставлю в описании под видео. Только что хотела поиграть в игру со спиннерами, но она, к сожалению, будет для нас доступна только с четвертого уровня. Жаль, конечно. Смотрите, ребята, нам осталось совсем немножко, и скоро Валерка перейдет на третий уровень. А вот, судя по значку, наш Валерка еще не наигрался. Ну что ж, поиграем с ним обязательно еще попозже. А сейчас нашему Валерке не мешало бы подкрепиться. Снова купим ему обычных конфет и мармеладной колы. Ну и, пожалуй, и все. Ой, а где же кола? Ну ладно, Валерка, будешь съесть одни конфетки. О, ребята, а у нашего Валерки есть еще фотоаппарат. Давайте его сфотографируем. О, нам пишут, мы можем сфотографировать Валерку и поделиться его изображением с друзьями. Ой, а Валерка наш хочет спать. Вот прикол, ребята, наш Валерка, оказывается, живет в холодильнике и там же и спит. Здорово, а ему еще, когда он спит, играет. Хорошая, приятная мелодия. О, а наш Валерка понемножку начинает высыпаться. Осталось еще совсем чуть-чуть и наш Валерка точно перейдет на третий уровень. Ура, мы достигли третьего уровня и нам дали 300 монеток за старание. Наш Валерка от радости даже проснулся. И потребовал, чтобы мы его помыли его медвемылом. Давай. Так, показатель того, что наш Валерка накупался, понемножечку растет. А вот настроение заметно падает. Да, смотрите, ребята, настроение у Валерки даже загорелось красным цветом. Нужно будет его потом обязательно развлечь. О, ребята, а давайте после купания попробуем нашу Валерку одеть. Так, но только тут одежда вся открыта только лишь с пятого уровня. Хотя нет, мы можем купить ему солнцезащитные очки, ковбойскую шляпу или цилиндр. А также можно купить ему кепочку. Но мы ему купим цилиндр и солнцезащитные очки. Ой, а почему наш Валерка не одетый? Мы же ведь ему купили одежду. Мои любимые конфетки. Ай, Валерка, подожди-ка ты со своими конфетками. Нам нужно разобраться, почему ты не одет. Снова заходим в магазин и нажимаем «надето». Так. И цилиндр тоже. Ну вот, теперь наш Валерка наряженный. У него есть очки и прикольная шляпа-цилиндр. И теперь мы можем отправляться в магазин за сладостями. А в этот раз давайте мы нашему Валерке купим мармеладных мишек и драже. А Валеркины драже мне напоминают МЛДМ-сики. Ребята, а какие ваши любимые конфетки? Ну все, Валерка, ты все слопал. И теперь мы будем поднимать тебе настроение. Конечно, очень забавно. Как же может подниматься настроение, когда тебя бьют огромной кувалдой по голове? Непонятно. Но, видимо, Валерке нашему это нравится. Итак, мы уже наколотили 315 монеток. И мне кажется, что это можно делать здесь до бесконечности. Хотя нет, ребята, немножечко скорость увеличивается и все труднее становится попасть по Валерке. Хотя этот медведь похож не на нашего Валерку, а это какой-то лже-Валерка. Который нас дразнит и показывает язык. На, получай, чтобы больше не дразнился. В общем-то, вот такая вот игра, ребята, про желейного медведя Валерку. Ну а я думаю, что на сегодня играть хватит и не мешало бы нашему Валерке отдохнуть. Тем более он говорит, что он так долго ждал этого момента. Ну что ж, Валерка, отдыхай, спи спокойно, набирайся сил побольше. Ну а я со всеми прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.